Привет, друзья, с вами я, Тринам, поскольку я дал себе задание сделать видео каждый день или два, максимум. Иногда не успеваю собирать мысли касательно одного проекта или события, поэтому периодически будут выходить такие видео. Наверное, будет сказать, что осталось в буфере. Сегодня была презентация Tesla для инвесторов. Мне еще нужно детально посмотреть депорт, но ни слова не было про Энерджи. Жаль. Но в любом случае, если кто-то купил Энерджи веб с целью только для пампа, после пампа выйти, в дни видео было 4.1, 4.3, 2-3 дня так держалось. Я купил на 4.16, да. Вчера до презентации было 5.2, сейчас же 4.5. Но я лично, как сказал и в первом видео, не буду продавать, потому что проект для меня суперперспективный. И партнерство с огромным списком партнерств. То, что Tesla ни слова не сказал, не значит, что, скажем, автобидер и Энерджи веб-команда исчезли. Они есть, они работают. Далее, кроме Энерджи веб, сегодня интересно было следующее. Я смотрел видео про остановление компании Tencent. Это просто монстр. Масштабы компании и отрасли, куда он входит в азиатском рынке. Как и любая компания, он хочет распространиться на весь земной шар. И, например, WeChat, одна из их продуктов, как ТикТок, если кто-то помнит, Трамп выступал, что, исходя из меры безопасности страны, с ТикТоком не все будет так просто в США. Тот же самый и с WeChat периодически. То есть, это вопрос национальной безопасности. Так вот, остановление Tencent, вообще фильмы рекомендую смотреть, в Ютубе поставлено. Отличный фильм и много чего есть интересного. Например, как разница в принятии решений в Tencent и в Microsoft. Например, Tencent всегда себя ведет как стартап. Принимает решения поспешно, иногда периодически меняя. Microsoft, оно так, как говорится, поступить сначала вот тут решают, потом отправляют вопрос на этаж выше, там решают. Суборнизация? Так что-то этого рода. И из-за того, что Tencent мог позволить себя в принятии решения как стартап, сделаем так, не сработает, вот так, потом вот так. Вот это дало им очень сильное преимущество обогнать Microsoft. Кроме этого, Tencent как почти не обанкротились, как основатель Tencent, было написано брутально открыто пред венчур инвесторами, напрямую говорил, что он понятия не имеет, как они будут зарабатывать. Уже несколько лет они никак не зарабатывали ничего. И далее у них нет четкого плана, как они будут зарабатывать. Ну, упуская возможность инвестировать в Tencent сейчас, возможно, это упустить возможность десятилетия, скажем так. Это тоже очень понравилось. И как вообще из совсем другого места пришла идея, как начать заработать в итоге из чата, вичата. И они сразу встали на ноги. В общем, много очень интересных моментов. Потому что все, кто в компании, которые начинают с маленького, достигают чего-то, у них у всех есть очень интересные истории. И такие истории не только они имеют учебную составляющую, но и вообще они мотивируют в трудные времена. Потому что у всех были эти трудные времена. Почему у меня в буфере расслал Tencent? Потому что Metaverse X заявили, что они вместе с Tencent будут разрабатывать приложения на Web3. Ну, заголовок из серии. Что ты еще хочешь, чтобы инвестировать в мой проект? Я таким заголовкам не верю, скажем так. Это со временем у тебя так получается. Ты, если сам не будешь смотреть до конца, конкретно когда, что планирует, Tencent что будет делать? В любом случае, не скажу ничего плохого. Просто поставил Metaverse X из-за этого заголовка. Вот шлист у меня. Чтоб следить за ним. Далее в архивах нашел два поста. Первое, когда бывший директор Ripple пошел работать в BlackRock. И Грег, который больше 35 лет работал в BlackRock и Морган Стэнли, в руководительных должностях, пришел в Ripple. Вообще, «Солдаты неудачи» – один из моих самых любимых фильмов. Там есть один момент. Ты мне, я тебе. В долгу не останемся. И в конце, да, хотел сказать спасибо одному из моих подписчиков. В Кик Криптовопросы он отправил мне проект. Написал, посмотри на это. И это одна из редких случаев, когда открываю проект и все, оно мне нравится сразу же. Проект называется Space and Time. У них нет токена. Тестнет будет в этом году. Мейннет в следующем году. Но это одна из, и вправду, редких случаев, когда все мне нравится там. Что они делают? Для чего? Где будет применяться? Кому это нужно? Адвайзеры? Из каких компаний? Партнерство? И простота. Мы делаем вот это. Потому что это нужно всем. Проект называется Space and Time. Это не реклама. У них нет токена. У них через два года, если что-то будет. Я просто и вправду хотел сказать спасибо за отличный проект, который поставил, отправил мне. Да, кажется, в буфере ничего не осталось. Спасибо. Увидимся.